Приветствую вас! Я предлагаю, значит, два подхода к решению ваших проблем. Два подхода. Значит, первый подход, как я его называю, это подход внешний. Ориентирован он вовне и, соответственно, из этого же и происходит. То есть из того, что, собственно, вовне. Что это за подход? Вы выбрали себе работу уже сейчас. Вы выбрали себе работу, значит, ну, официантам. Почему вы её выбрали? Работу такую. С чем был связан ваш выбор? Такую работу. Ведь если выбрали, значит, о чем-то думали, чего-то хотели, скорее всего. Чего-то ожидали и чего-то, вероятно, даже ждёте до сих пор. Только вот понять нужно, чего именно ждёте. Чего именно хочется. Вот. Тем не менее. А, значит, об этом я расскажу чуть позже. Пока просто подумайте, что у вас в случае всего получается. или всем вам, ну, скажем так, просто не противно хотя бы заниматься. Что бы вы могли сделать? Что бы вы могли делать? А, что бы вы могли не делать? А, что вас больше привлекает? Просто. Никакая деятельность. Какие цели в деятельности? То есть, аспекты в деятельности какие? Волнуют вас больше всего. Это важно. Если вы работаете ради, там, допустим, денег, это одно. Если вы работаете ради опыта, это немножко другое. И так далее. Но сперва всё же вам нужно определить именно с тем, что вам нравится. То есть, даже не нравится, а что получается лучше всего у вас. К чему лежат руки? На что они у вас повёрнуты? Да? Вот вы официантка, да? И как? Получается? Хорошо получается? Или нет? Или, там, хотелось бы, например, лучше, чтобы было. Хотелось бы, чтобы качественнее было, чтобы комфортнее было. То есть, нужно пробовать. Просто пробовать. Последовательно пробовать, последовательно пробовать то, что вы делаете. Брать и пробовать. Вот если не пробовать, то, к сожалению, и получаться не будет. И пробовать нужно то, что ближе всего, то, что легче всего взять. Будет у вас копиться вот это вот самое, ну, отрицание, да? То есть, будете говорить, что нет, нет, он не подходит, нет, это не для меня. Вот. Это результат. Это результат. И это хороший результат. То есть, здорово, когда, когда вы можете точно сказать, что нет, мне это не нравится, нет, мне это не устраивает, нет, я там, грубо говоря, да, не буду этим заниматься. Ну, нужно пробовать. И начать нужно хотя бы с того, что вы делаете сейчас. Вот сейчас вы официантка. И как? Как это работает? Что вы о ней думаете? Что вам в ней нравится, например, а что нет? Что нравится, а что не нравится? Аргументы какие? Какие приведете? Ну, к этому. Какие можете привести аргументы? То есть, старайтесь как-то вот свою позицию аргументировать. Это тоже очень важно. Вот и будете так постепенно отсеивать то, чем заниматься в любом случае не будете. Скорее всего, никогда. Дальше. По какой причине вы не учитесь? Вы можете сказать, ну, я не знаю, на кого, на кого учиться. Да? Вот. Опять же. Начните учиться на кого-нибудь. То есть просто на... эээ... того, кем просто, ну, вот сейчас, на данный момент актуально просто. То есть актуально учиться там, грубо говоря, на какой-то... по какой-то гуманитарной, допустим, науке легко, по технической легко, пожалуйста, никаких проблем нет. Главное, чтобы вами был сделан выбор. А главное, чтобы вы делали выбор свой. Понимаете? Вот. Если вы не будете делать выбор, то и ничего не будет. К сожалению. Вот. Это первый подход. То есть... Первый подход это, ну, так вот, условно, да, назовем его результативный. То есть мы не ориентироваться здесь на результат. Пошлите. Следующий момент, который я хотел бы до вас донести, это момент такого плана. Какие у вас ценности? Вот, вот, вообще. Ценности какие? То есть что для вас важно? По жизни. Вообще. Важно ли что-то для вас? Я думаю, что что-то важно? Вот. Ну, соответственно, давайте попробуем определить, что именно важно для вас. Какие ценности? Дальше. Как вы эти ценности видите в реальной жизни? То есть воплощаются ли они в реальной жизни ценности или нет? Если да, то как? Если нет, то действительно ли вы верите в наличие у себя этих ценностей? То есть, ну, если ценность никак не воплощается, то, соответственно, мы, что? Ну, наверное, ставить ее под сомнения, да, ценность? Ну, в таком случае. Ну, вот. У нас, соответственно, является, появляется вопрос. Ваша ли эта ценность? Если вы называете ее таковой, а она таковой не является. Вот. Понятно, да? О чем идет речь? Хорошо. Дальше. Дальше. Следующий пункт касается той истории, следующий пункт касается того, значит, вот те формы, которые вы видите, да? формы реализации ценностей, которые для вас имеют, ну, какое-то значение. Вот как бы вы сами могли бы это реализовывать? И реализуете ли вы это как-то? Именно вы. Попробуйте исходить из этого. Ценность, форма, направление. На самом деле это не так сложно сделать, если, ну, если обратить на это внимание, если заниматься, если вот прям посидеть и сформулировать, сформулировать для себя. Что же мне все-таки ценность? Вот. Чего я хочу это все-таки? Тогда и, собственно, проблем с деятельностью вас не найдет. Не будем. Вот. Ну, понятно, что есть еще тесты какие-то. Понятно? Совершенно, да? Что есть тесты. Тест-тесты тоже как-то можно проходить. Вот. Но, по моему мнению, тесты вообще ничего хорошего не дают. Не дают. Ну, ну, это мое мнение. Кстати, тест на опрос ориентации есть в интернете. Можете его пройти, если вам интересно. Но, в таком случае, мне кажется, что, ну, выглядит немного странным. Тот факт, что вы обратились на наш ресурс. И я не случайно упомянул ответ только в конце своего ответа, чтобы вы подумали больше о том, о чем я говорил. А не об облегчении себе жизни того, что нужно сделать именно вам. А не кому-либо другому. Как бы это неприятно не звучало. Вот. И самый главный вопрос, который задавал известный ворон, черный ворон. Вопрос такой. А нафига? Нафига? Нафига работать? Нафига искать себя? Нафига? Вот зачем? Зачем вам это нужно? Зачем работе вы нужны? Вот. Вам это кажется странным, но это очень важный вопрос. Что вы можете предложить? Что хотели бы предложить? Знаете, иногда задают вопрос так. Кем мечтали быть в детстве? Вот. Кем мечтали быть в детстве? И вообще мечтали ли кем-то быть? Как воспринимали вы тот факт, что какие-то мечты, да, из детства, ну, не удалось воплотить в жизнь, скажем так? Вот. Как вы к этому, к этому относились? И относились ли как-то вообще? Понимаете? Вот. Это тоже можно проанализировать, это тоже можно посмотреть, это тоже можно изучить, исследовать. И там же, возможно, у вас есть какой-то запрет на реализацию себя. Вот. Ну, скорее всего. Скорее всего. Я не берусь утверждать наверняка, но очень может быть, что такая история. Вот. Постарайтесь подумать обо всём, о чём я говорил. Вот. Постарайтесь подумать обо всех этих нюансах. Вот. И только всех. И если вы подумаете, а ещё лучше, если вы общаетесь с психологом на эту тему, то какие-то направления, да, я полагаю, не доставят себя долго ждать. При условии, только лишь при условии, или правда при условии, что у вас нет других факторов, которые могут мешать. Я не знаю, что это за факторы, например, страх, неуверенность в себе и так далее. Вот. А в силу юности своей, вам может быть кажется, вам может быть кажется, что все дороги перед вами открыты. Вот. И что выбор у вас очень велик. На самом деле это не так. Выбор он не велик. Он на самом деле всего лишь один этот выбор. И вы его, этот выбор, делаете на самом деле самим. То есть вы делаете свой выбор. И этот выбор, он единственный у вас. То есть выбор, его множественность, да, иллюзиотно, по сути. Вот если вы поймёте для себя данный аспект, то, я полагаю, вам будет уже гораздо легче. Иллюзиотность выбора, она существует только в человеческом сознании. Вот. И нигде больше. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.